Сейчас мы снова находимся в аэропорту Давао. Вчера отсюда мы провожали нашу маму, она улетела в Россию, а сегодня улетаем мы, но мы летим на другой остров. Мы летим на Негрос, но туда нет прямого рейса, поэтому сначала мы полетим в Сибу. В прошлой серии мы провели удивительные дни в семейном кругу. А затем попрощались с мамой. Аэропорт Давао считается международным, но в настоящее время единственный международный рейс отсюда есть только в Сингапур. Это какой-то маленький самолетик. С пропеллерами, с винтами. Наши зрители много раз советовали нам встретиться с блогерами Дмитрием Вестом, Сергеем и Иваном. Именно к ним мы сейчас и летим. Дарлин спит, пытается спать, а я разглядываю в телефоне наш маршрут и погоду по пути. Просто тут ловит, летим невысоко, в принципе, и телефон ловит вышки иногда. Мы сейчас пролетели Кагаян-де-Оре. Вот обновился сигнал. Ну, пролетаем Кагаян-де-Оре. А впереди вот желтым показывает плохую погоду. Радар погоды. И вот турбулентность такая здесь ощущается в таком самолете. Через полтора часа мы приземлились в аэропорту Сибу. Когда мы прилетели, было уже заполночь. Мы устали, но это только половина нашего пути. Мы сели в такси и отправились в отель. Мы приехали в отель примерно час ночи. Мы приехали в отель в Мактан. Мы у нас есть у нас. Очень вкусно. Я не могу говорить громко, потому что у нас есть у других близких, у нас есть у нас в этом hotel. Мы у нас есть у нас. Но я не думаю, что мы будем использовать его, потому что мы просто... We will just be here for several hours. We have TV. We have bathroom. Oh, ok. It's wet. За этот номер мы заплатили 700 песо. Еще до нашего отъезда Дарлин связала крючком несколько вещей для подарков. Ольга. КОНЕЦ. ООК ЭЛХА. КОНЕЦ. ТЕЛЯ. НООКОЙ ПОМАnow. КОНЕЦ. В ЭЛХА. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok I hope they like it Мы живем в Давао и мы хотим подарить для наших друзей подарки из нашего региона Мы купили вот такие футболки с надписью Давао Надеюсь, им понравится Вечером мы поспешили в аэропорт, чтобы успеть на свой рейс Шел дождь, и мы немного волновались, что наш рейс задержится Мы почувствовали облегчение, когда наконец направились к самолету Нам здесь дали желтые зонтики И мы не мокнем И мы не мокнем Саламатхо Спасибо И никто здесь не запрещает снимать ни в самолете, ни снаружи самолет Снова вечер И мы снова летим на таком же небольшом самолете винтовом Прям дежавю Только сегодня я одел вот такую, что это нам даже, джакет Потому что холодно, кондиционеры, прям мерзнешь так Как на Северном полюсе Да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Наконец-то мы прибыли на Ниагрос Наш отель находится примерно в 30 минутах езды от города Поэтому нам нужно найти транспорт Тройсиклист просит 1000 песо Но это для нас слишком дорого В общем, мы вышли из аэропорта Сначала с нас попросили 1000 за такси Потом мы видели человека, который за 700 песо А теперь нас везут на мотоцикле за 300 песо Мы втроем на маленьком таком практически мопеде Ой-ой-ой Без шлемов Ночью по ночи Ты цел Franc нич nutrition Я помню так что горы Я приезжаю А также не желаю Ночью, мне целую Причём Этили Пармушки Этили Мы мчимся по вечернему Думагетти. Тяжелый рюкзак тянет меня назад, и я уже почти сполз на заднее крыло. Но я боюсь держаться за Дарлин и балансирую как могу. Наши ноги стоят на одной подножке. Не слишком комфортно, но мы счастливы и рады нашему приключению. Дорога в Дауин напоминает взлетно-посадочную полосу со множеством маленьких огней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После интересного путешествия мы наконец приехали на этот небольшой курорт. Мотоцикл зацепился за наш рюкзак и не хочет с нами прощаться. Полные глаза пыли и песка, но мы на месте, мы приехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня мы будем жить в бамбуковом домике. Это симпатичная бамбуковая бунгало станет нашим домом на ближайшие два дня. Мы проснулись и сейчас осмотрим окрестности, куда мы приехали. Этот курорт называется Ivy Mace Divers Resort и находится в Дауине, Негрос Ориентал. Мы живем в Кубе, в втором году. Он очень красивый. Он такой красивый. Он такой красивый. Здесь есть несколько бамбуковых хижин с крышами из Нипы. На террасе есть два гамака. Можно расслабиться и почитать книгу. Душевые и туалеты общие и находятся отдельно от комнат. Только в номерах с конденционером есть свои туалеты ванна. Наш домик расположен рядом с пляжем. Здесь есть шезлонги и столики. Берег хороший, песок не белый, но вид все равно красивый. Здесь есть шезлонг. Я думаю, что ты не можешь спать там. Почему? Это смешно. Может, после дождя? Может. Дауин – город в 15 километрах к югу от Думагетти, провинции Негрос-Ориентал. Отсюда открывается захватывающий вид на гору Толинис. Это вторая по высоте гора на острове Негрос. И самая высокая вершина в горном массиве, известном как Рога Негроса. Подводное плавание – одно из основных направлений туризма Дауина. Вдоль побережья расположено несколько морских заповедников и мест для погружений. Субтитры создавал DimaTorzok 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 После завтрака к нам приехали Дмитрий, его жена Найви и их сын Юрий. Их ютуб канал Дмитрий Вест уже многим известен. Я начал смотреть видео Дмитрия, когда был еще в России. Многие люди в наших комментариях просили нас встретиться с ними. Мы давно собирались, и вот, наконец, это случилось. Субтитры создавал Димитрий Вест. Субтитры создавал DimaTorzok это для следующей библии для следующей библии это не для вас еще спасибо, спасибо за то спасибо да, Дарлин made it очень красиво спасибо очень красиво и я люблю цвет это для Димитри это для Димитри это из Тавао я люблю филиппин это вообще мы сели в машину и отправились в одну из самых известных кофеен в Дуини Баслай Хайланд бю кофе Мы когда начинали сюда ездить, здесь вся вот эта дорога, вся блока бездорожья с огромными валунами такими. На машине было не проехать, я оставлял машину там. А вы кофе пьете? Да. Атмосфера здесь очень хорошая. Здесь растет кофе, вот так она, оказывается, выглядит. Здесь туман, прямо в горах. Красиво, птицы поют. Мы подошли к большому бамбуковому зданию. Это одновременно и смотровая площадка, и место, где можно посидеть и выпить кофе. Баслай Highland Brew Coffee – это не только кофейня, но и плантация. Здесь выращивают, обжаривают и прямо на месте заваривают для вас зерна. Весь проект осуществляется по инициативе Ассоциации фермеров Баслая. Посетители этого кафе наслаждаются натуральным кофе и заодно поддерживают местное фермерское сообщество. Слышно, как работает кофейная мельница. Запах свежего кофе очень приятный. Дмитрий и Найве подарили нам кофе из этих мест? Из этого леса. Ааа. Из здесь местного? Угу. Баслай. 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 Спасибо большое. Я люблю кофе. У них есть также, ну, такие зерна. У меня просто... я просто сам молю. У меня. Угу. Ну, вам... Если у вас нету, то лучше, наверное, так порошок, да? Ага. Спасибо большое. Угу. 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 А вот в этих теплицах здесь сушат кофе Дмитрий и Найви пригласили нас к себе они недавно построили дом он еще не закончен возможно я смогу им чем-то помочь ведь у меня был опыт строительства домов в россии как и вдовао здесь растет много кокосовых деревьев вид на окрестности и горы тоже впечатляет и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Да, у нас вон тоже чуть-чуть апо видно. Апо? Да, вон, видишь деревья. Апо острова. А у нас есть гора Апо. Маунтин Апо. Да, очень высокая у вас гора. Самая высокая на Филиппинах. Да. Вы уже подружились? Мой друг. Вы уже друзья? Да, мы уже друзья. Да? Да? Друзья и я? Да? 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 Это очень красиво. Это красиво. Дима, копейка? Дима, копейка? Дима, копейка? Дима, копейка? Дима, копейка? Дима, копейка? Так, это очень красиво. Мне тоже очень нравится дом, который построили Дмитрий и Нави. Замечательный, красивый, уютный. Этот дом построен по каркасной технологии. Я смотрел видео, как его строили. Мы тоже, скорее всего, будем строить дом по каркасной технологии. Интересная система окон. Откидываются вверх. Я такое еще не видел на Филиппинах. Ммм, тут еще и сетка открывается. Да, чтобы можно было закрыть. Тропики, звуки природы. Такой участок. Нет близко соседей. Очень такой хороший воздух здесь. Пальмы кокосовые. Дима и Нави хорошее место выбрали для себя. Мы очень рады за них. Очень красивая здесь такая отделка из амакана. Натуральный материал. Вот такая щепа бамбука, плетенка из бамбука. Выглядит очень красиво, традиционно. День был замечательным, пока Дмитрий не получил посылку. Он заказал систему видеонаблюдения для их дома. Но вместо нее получил вот это. Вместо четырех камер они прислали разборный кей. Пять лет заказываю на Вазаде. Я заказывал дроны, камеры. Вообще никогда не задумывался даже о том, что могут обмануть. Но я не думаю, что это обман. Потому что там рейтинг, там живые люди. То есть это по типу Озона, Яндекс Маркета. То есть это Алиэкспресс вообще. Вазад это Алиэкспресс. Это крупная фирма. И скорее всего магазин ошибся. Отправил камеры кому-то другому, а мне отправил Кими. Он перепутал продавцов. Мы прям все расстроились. Потому что дорого он довольно заплатил за эту систему. 20 тысяч песо. Эти деньги очень нужны сейчас для семьи. Для обустройства дома. Я слышал иногда, что ты говоришь в русском. Ты знаешь русские слова? А, просто немного. Я могу читать русский. Я учусь на алфаве. Я не знаю, правильно. Я могу читать русский. Но я не могу читать. Но я могу читать. И я понимаю несколько слов. Может, я уже знаю больше, чем 100 слов. Мы сейчас с Дмитрием сидим, разговариваем про Юрчика. Как он учит английский язык. Вообще, как у него с языками. На каком языке он больше разговаривает. Мне это очень интересно. Я вот спрашивал у Дмитрия. У Найви родной язык Бисайя. Также она знает тагалок. У меня, получается, мой родной язык русский. И вместе мы в основном общаемся на английском языке. Потому что я плохо знаю Бисайя. Она, соответственно, плохо знает русский. Но мы в процессе изучения тоже. Ну и Юрчик, соответственно, у нас все-таки в основном говорит по-английски. Потому что мама с ним полностью говорит на английском. Потому что мы считаем, что Бисайя он в любом случае выучит. То есть он будет здесь жить, ходить в школу и так далее. Это... Ну и без этого никак. То есть он, скорее всего, Бисайя и Тагалок выучит это в будущем. Вот. Плюс он смотрит мультики. Очень много мультиков на английском. И мы между собой тоже говорим на английском. Хотя, ну, у нас... Ну, мы не носители языка. Вот. У нас английский с акцентами. У меня с русским. У Найви знает английский лучше, чем я. Поэтому она с ним говорит полностью на английском. Я с ним говорю полностью на русском. Вот. Я читал, что если два человека тоже с разными языками, лучше каждый говорит на своем языке. Тогда у него будет разделение этих языков. То есть папа – это вот такой язык. Мама – это такой язык. Вот. И будет знать оба языка хорошо. Английский самое интересное, что он знает. Многие слова, которые мы не знаем. Вот. То есть он где-то там в мультике увидел еще что-то. То есть ребенок до трех лет, он прям как маленькая губка. Ему не надо ничего учить. Он, по сути, еще маленький. Ему два с половиной года только. Дети в этом возрасте вообще только начинают говорить. Например, у него друг – филиппинец. Вот. Сегодня мы их отвезли. Ну, на четыре дня у них разница. Он вообще практически ничего еще не говорит. То есть это нормально. Даже он в таком возрасте может вообще ничего еще не говорить. кроме там «мама», «папа» или там «дай». Ну, такие какие-то суперпростые слова. А он уже строит целое предложение. Вот. Вот. Дрель. Когда надо уже закручивать, то перещелкиваешь на вот эту. Я рассказываю Диме, как пользоваться дрелью и шуруповертом, которые он недавно купил. Тебе как бы его чуть-чуть вот этими пальцами просто поддерживать там внутри по оси. То есть это должно крутиться. Ну, либо просто вручную. Ага. Вон. Вот. И чуть-чуть дожми. То есть вот раз – дожал. Иначе оно начнет прокручиваться внутри вот в этом патроне. А можно вот так? Можешь просто вот так, да. На следующий день мы с Димой приехали в магазин. Подберем некоторые инструменты, расходные материалы, которые ему пригодятся всегда в доме. Вот. И что-нибудь сегодня сделаем. Список есть? Да. Танецкая. Я даже не знаю, как выглядит. Как выглядит Танецкая. Сейчас узнаешь. Ну, все. Вроде купили, что нужно по списку. Мы вернулись домой и приступили к работе. Ага. 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 Мы установили несколько водопроводных кранов и подключили шланг для полива. Юра так счастлив в своей новой игрушке Возле дороги, которая ведет к их участку, мы установили фонарь. Днем он заряжается от солнечной батареи, а ночью автоматически включается благодаря датчику движения, который в нем установлен. Пока мы с Димой работаем по дому, наши жены готовят курицу-гриль для нашего обеда. Димой работаем по дому, наши жены готовят курицу-гриль для нашего обеда. Димой работаем по дому, наши жены готовят курицу-гриль для нашего обеда. Первый. Спасибо. Отведаем кокосов с твоего участка. Очень вкусно. Очень вкусно. Мы еще не пробовали с этой палмы. Это сладко. Очень сладко. В доме над умывальником мы прикрепили подставки для мыльницы и других принадлежностей. После всех дел мы собрались вместе и насладились вкусным обедом на свежем воздухе. Так приятно, что мы провели эти дни с Димой и его семьей и узнали их получше. Раньше они были только людьми на экране, а теперь они перед нами. Мы благодарны YouTube за то, что он дал нам возможность познакомиться с хорошими людьми. Мы очень рады встретиться с тобой, с твоей семьей. С твоей семьей очень хорошей, очень приятной, очень красивой. Да, мы очень рады. Мы также рады встретиться с тобой. Спасибо. Спасибо. И мы надеемся намного здоровья и много хороших и красивых дней здесь, в этом доме. Так же, что ты тоже. Спасибо большое за тебя. Спасибо вам большое, за что это помогает нам, за моим Димитри. Я люблю. На помощь. Мы нужны помощь друг с другом. Мы же семья. В следующий раз я вам приеду. Я вам покажу, как работать с стаксами. Хорошо, спасибо. Там мы показываем просто свою жизнь. Мы недавно купили этот участок в 70 соток. Только-только вот у нас закончилось строительство дома. Ну, мы будем доделать всякие вещи. Будем сажать здесь огород на Эвен. Буду учиться тоже делать что-то своими руками. Вот как раз мне Борис дал старт небольшой, чтобы начать что-то делать, полочку там приделать. И в будущем я хочу тоже уже делать больше, заборчик там и так далее. И если вам интересно, хотите следить за нами, то подписывайтесь тоже. Переходите на наш канал, смотрите видео. Буду рад всех видеть. Следующая серия. Привет, привет, привет. 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 Рады вас видеть. Привет. 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 Это нормально. Хорошо, привет. А нам все равно. А нам все равно. мы уже немножко намокли под дождем переехали сюда через скорую здесь вроде его еще и нет а Продолжение следует...